отчет отчет депутата добрый день у микрофона мария кожевникова а в гостях у нас депутат государственной думы от кировской области мария бутина добрый день добрый вечер уже подведем сегодня некие итоги года поговорим может быть немного о планах на 2024 но хочу начать хочу с такой обсуждаемой темы голая вечеринка вы были единственным депутатом да насколько я знаю который написал официальный депутатский запрос правоохранительные органы почему вы это сделали может быть какой то уже есть итог результат но вы знаете я наверное здесь проявила позицию как ну прежде всего гражданин своей страны и даже если бы у меня не было депутатского статуса я бы все равно призывала к тому чтобы провести разбирательство по закону подчеркну ни больше ни меньше и если люди вот таким образом да путь вот это мутабар вот этот бар который сейчас его закрыли в москве где провели демонстративную вот эту вечеринку которая я просила провести правовую оценку на нарушение законов о пропаганде лгбт и указа президента о духовно-нравственных ценностях то есть я считаю что должно по закону по закону не больше подчеркну да не надо дополнительных не меньше потом я видела что было от звезд немало всевозможных извинений и раскаяния ну знаете честно говоря я просто считаю что всем должно быть по закону и извинения и раскаяния это наверное какую другую организацию но ведь если ты хочешь скупить свою вину собираешься идешь с явкой с повинной дальше суд дальше наказание и потом уже просишь прощения у народа потому что действительно многие звезды для меня это было морально тяжело но я не беру это в картину мира будет депутатский запрос было тяжело потому что с многими из этих звезд мы выросли мы особенно ребята из провинции я с алтая я думаю что многие кировчане меня поймут мы на них выросли мы их любим любили но я не понимаю зачем они опорочили свое имя таким вот демонстрации того что они право имеющим и тварь все дрожащие ну оказалось что дело не так и слава богу государство отреагировало на эту вещи справедливо и вместе вместо вот этих публичных покаяний которым мы должно было бы по их мнению народе закончится пошли все-таки в правовую плоскость поэтому не жалею что сделал депутатский запрос и когда права людей нарушены я как законодатель я считаю что я обязана реагировать мне единственным знаете я на это все смотрю и думаю что вот если бы вся эта волна не поднялась то возможно бы было не хуже а лучше я имею ввиду в первую очередь информационная волна потому что вот многие из нас об этой вечеринке не знали и не узнали бы никогда светскую хронику мы не читаем а теперь об этом знает просто вся страна вся страна видела этих людей она и она их не просто теперь знает она их голым видела вот вот насколько это правильно дело в том что тут важна ведь реакция да это появилось телеграм-каналах и меня тронуло когда прислали мне обращение бойцов с передовой которые сказали как же так мы здесь за родину а вот там люди вот так с на задних местах бриллиантами и всем прочим и меня знаете наверное что еще просто по-человечески задел это чисто по-человечески я как раз собирала новогодние подарки вот это елка желаний сейчас идет нет вчера была в лебяжье потом в жуме и привозила там деткам с особенностями развития небольшие подарки не важно что но просто я знаю как люди стеснялись написать на елку желаний о подарке который стоил не миллиарды и в это же время видеть контраст миров это было слишком понимаете слишком поэтому думаю что здесь это надо было сделать по справедливости но если вам честно сказать вообще-то говоря и я как депутат и любой гражданин на нарушение своих либо чьих-то прав должен реагировать в рамках закона потому что если мы не будем ничего делать и будем просто ну ладно никто там не узнал и так далее то правое государство строить очень сложно а чтобы законы работали надо в правовом поле обращаться в суд если у вас есть там допустим жалобы с чем-то я всегда говорю люди приходите сегодня вела прием граждан до в кирове я каждый свой региональный прием сто процентов каждую региональную неделю вы увидите что я веду прием граждан что я реально веду прием граждан и иногда это выездные прием у меня был там прием в кирово-чапецки это бывает в вязких полянах то есть я смогу выехать и пообщаться с человеком для меня это важно что я история с ивлеева появилась не потому что мне там хотелось хайпануть на теме просто мне бойцы прислали ночью я бойцов проигнорирую что неправильно просто у нас всего полчаса поэтому мы будем резко менять направление разговора даже судя по вашему каналу в телеграме понятно что год был очень насыщенным для вас на события мероприятия поездки и даже из самолетов вы успевали играть со своими читателями все подарки отправлены отправлять фотографии чтобы люди угадывали куда же вы летите будет ли мария игра в каком направлении мария бутина слетала больше всего раз или все очевидно все очевидно всегда к вам всегда к вам всегда победа всегда киров и самое интересное что я каждый раз выкладываю фотографии каждый раз удивляюсь количеству версий хотя каждый раз я лечу киров ну ладно это может быть когда-нибудь и будет другое место хотя версии бывают очень интересные там кто-то пишет что там куда-то за границей куда-то да я не выезжала никуда вы что но суть в общем не в этом год насыщенный там мне позволяет вот вк например подводить итоги года можете меня поздравить я была в контакте 365 дней в году соответственно и ну не знаю статистику 44 и 8 по моему процента моей аудитории это кировчане за что я дорогие кировчане очень вам благодарна и очень благодарна когда хоть в пять хоть в три часа ночи вы пишете мне обращение я на них очень быстро реагирую потому что если вы мне не скажете о том что есть проблема я не просто не узнаю а я работаю для того чтобы узнавать о ваших проблемах их решать сегодня вот у нас был прием граждан очень важный касался в частности там под угрозой закрытия находится художественный салон этюд в городе кирово-чапецкий это очень важное место и . такого культурного притяжения для города вот один из тех вопросов которые сейчас дела на контроль поэтому год насыщенный правда всем желающим можно до зайти мои социальные сети посмотреть что там было из самого важного а для себя вы можете что-то выделить определить какие-то самые важные дела которые вы сделали а самые важные дела легко определить они знаете может быть маленькие а может быть и большие они всегда связаны с детками и вы знаете может быть вы назовете меня вампиром который питается счастьем я очень люблю дарить счастье потому что все остальное чтобы это ни было оно может присытить только несчастье для человека выразились Разве не каждый из нас? Наверное, я не знаю, я за других не сужу. Но вот смотрите, я вчера, когда выезжала в Любяжье, у них есть хоккейная команда, так и называется Любяжье. И там есть взрослая и детская лига. И детской лиге просто порыв в душе купить клюшки. Ну, я знаю, что хоккей очень дорогой вид спорта. Но я ведь сходила в Кирово-Чепецки на матч. Но у меня ведь есть вопрос про хоккей. Я хочу вас спросить, почему именно хоккей? Потому что меня заманили ваши болельщики в Кирово-Чепецке, значит, на матч, хоккейный матч. Значит, я прониклась, болела, потом позвонила сюда и говорю, слушайте, товарищи, а вот я хочу, чтобы вот... Вот в Кирово-Чепецке шикарно играют в хоккей. Я хочу, чтобы у нас были там подрастающие дарования, там и так далее. Начала узнавать, сколько стоит ребенка собрать на хоккей. Это очень дорого. Многие поэтому именно не отдают детей. И потом следующий вопрос задала. Говорю, слушайте, а есть вот какая-то спортивная школа, спортивный клуб, которому вот реально вот нужны клюшки? Я просто куплю клюшки и им отдам. И у меня есть хороший товарищ в Москве, он очень близко к теме спорта, посоветовала с ним, он мне помог. Емель Музафаров, он ко мне на эфиры ходит на куклу-наследнике Атути часто. Вот, и все, вот я привезла клюшки, то вы спрашиваете, что для меня, наверное, самое, ну вот крайнее, то самое запоминающееся. Когда ты ребятам, они с 7 утра чистили лед. То есть ты туда приезжаешь, и ты видишь, что, ну, клюшки реально классные, они по качеству классные. Мы подбирали по росту, там, правые руки, левые руки, там, ну-ка, все как положено. И ты приезжаешь, ты даришь вот это счастье, это огромная радость. Ну, есть, конечно, и какие-то такие более глобальные проекты, но запоминаются, вот, наверное, у меня, знаете, в свое время эмоции, это как вот мы все в детстве выжигали, наверное, вот брали этот специальный такой выжигатель, там, на досточке что-то там выводили. Запах этот помню. Да, и вот это самое яркое, что запоминается, это эмоция. Она как вот в сердце остается навсегда. Теперь мы дальше будем слебяже, у нас там есть еще планы, что им нужно. И еще есть слэш-хоккейная команда «Медведи». «Медведи», о, «Медведи» лучшие, вперед. Я, кстати, завтра увижу одного из, теперь уже, получается, наверное, бывших членов «Медведи», потому что он пошел на повышение. Это мой давний, я так, ну, если так можно сказать, подопечный, да, давно парнишку поддерживаем, Артема, и завтра ему там будет небольшой очередной подарочек. Просто ребята вообще молодцы. Слэш-хоккей, «Медведи» просто пришли ко мне, вообще у них была первая просьба, им не давали места для того, чтобы они, детки, могли тренироваться. Ну, сначала с местом помогли, потом там нужно было ребятам сумочки купить, потом с сумочками помогли, потом еще что-то. А потом, потом они мне подарили рисунок от слэш-хоккея, там медведь такой на слэш-хоккеях этих нарисован. И это у меня на почетном месте в кабинете стоит. Я каждый раз прихожу, говорю, это то, это то, это там отсюда, это Сербия, это то-сё. А это, а это слэш-хоккей «Медведи» из Кировской области. И каждый человек улыбается, это здорово. А с другими какими-то видами спорта, может быть, планируете? Если помогать, обращайтесь, товарищ. Я помогала волейбольную команду отправить на соревнования. Мы выступили достойно, это подосиновского района. И такое, я вот с удивлением сегодня, значит, узнала, что здесь сейчас активный оборот так и набирает и детская футбольная команда. Да, сегодня была у Алексея Комарова. Он мне подсказал, что, слушайте, говорит, там вообще они, ребята, могут. То есть, если нужна помощь, пожалуйста, обратитесь. И где-то это можно сделать в рамках гранта. Но когда я поддерживаю, там, если кто-то на выезд хочет на соревнования, я просто физически, да, когда за свои, я как бы стараюсь поддерживать разные районы и разные виды спорта, просто чтобы было справедливо. В прошлом году, например, по-моему, к Новому году я привозила лыжи Даровской. То есть там лыжики были, ой, как дети кричали радостно. Я понимаю, что, может быть, сейчас я должна серьёзнее быть на что-то серьёзное такое эфир. Мы сейчас перейдём к экономике. Давайте к экономике. Но иначе я могу бесконечно говорить о том, что я люблю, а я очень люблю детское счастье, взрослое счастье, какой год. Дарите счастье, короче. Ещё о перспективе на следующий год хочу поговорить. Может быть, есть какие-то задачи первоочередные, которые вы хотите начать решать или уже начали решать прям вот с первых дней Нового года? Да. И, конечно, они будут в пласте специальной военной операции, потому что в Кирове одно из, наверное, самых сильных отделений комитета семей воинов отечества, Настя Анастасия Борцова здесь его возглавляет. И мы находимся в постоянном контакте с момента создания. Сейчас для семей военнослужащих проводили в Аграрно-технологическом университете ёлку, но это не единственное, что мы делаем. Там на День матери поддержку оказываем. Но самое главное, если, и это действительно открытое обращение, у кого-то есть сложности там с, условно говоря, справками, выплатами, связанными со специальной военной операцией, лечением, пожалуйста, напишите мне. Потому что вот сейчас с девушками мы провели огромную работу. Вчера в Уржуме открыли выставку, вот там жёны, матери, сёстры, военнослужащих, они с Кителем фотографируются, ну, просто вот демонстрируя свою связь с человеком, который находится на фронте. И тоже у нас были вот локальные сборы в районах. Поэтому мой приоритет будет, конечно, сейчас вот ориентирован на помощь в тылу нашему фронту. Я думаю, что сейчас вся страна с этим согласится, и это вот сейчас основное. Ну и, конечно, в следующем году я всем желаю мира. Это вот больше всего... Вы знаете, меня что удивило? Вот какие вы, кировчане, удивительные всё-таки. Я написала недавно пост. А что бы вы хотели? Или на Новый год я хочу. Никто ничего вещественного не написал. Все писали про мир, все писали про то, что скорее бы всё закончилось, нам скорейшие победы. Всё. Ни одного эгоистического... Я ничего не удаляла. Ну вот вы так пишете. И это тоже... Ты читаешь это и понимаешь, что вот они приоритеты у людей, которые сейчас есть. Эти приоритеты правильные. Поэтому ориентированно будет, конечно, на вот в тылу помощь фронту. Ну и к экономике. Неоднократно в этом году в Кировскую область приезжали с визитами послы иностранных государств. И я знаю, что с некоторыми из них вы знакомы лично. Да, конечно. Что интересует послов в Кировской области? Что может дать сотрудничество? Расскажите, может быть, о каких-то конкретных примерах. Здесь есть несколько направлений. Да, есть с одной стороны линия по промышленности. Это когда, если посмотреть программу послов, вы увидите, что они всегда посещают какие-либо наши ключевые предприятия. Ну, не закрытого типа, естественно. Что их может интересовать? Это возможность, конечно, и вложения, и каких-либо инвестиций. Это возможность совместной торговли. Потому что есть ряд продуктов, изделий, которые вполне отсюда можно покупать. И области прежде всего интересно продать. И привлечь какие-то дополнительные средства. Второй большой пласт, на мой взгляд, даже более важный, чем прямая экономика, это вопрос обучения здесь. Потому что сейчас и в пожарно-спасательном полицейском колледже учатся ребята из Африки в том числе. То есть среднеспециально мы одни из первых, кто стали принимать в СПО. Я имею в виду здесь, в Кировской области, ребят. И это раз. Второй момент, это, конечно, уникальные специальности в области той же ветеринарии. Уникальные специальности, которые можно найти в ВятГУ, связанные там с шикарными совершенно инженерами, инновациями, которые предлагает сейчас Вятский государственный университет. Поэтому вот образование раз. И вообще за этим очень многие иностранцы едут. Потом все-таки возможности прямого бизнеса. Ну и третье, туризм. Туризм – это один из самых интересных вещей, одно из самых интересных направлений в Кировской области. Я бы здесь, знаете, больше всего, что выделила, это, конечно, париозавры. Это, конечно, город Котельнич, потому что такое же место, где вот находят аналогичных париозавров, скелетов я имею в виду, вообще в мире есть еще только в Южной Африке, больше нигде. То есть мы, может быть, не в полной мере осознаем, насколько Кировская область является для России просто самородком. Потому что то, что здесь есть, нет нигде. И в мире есть только одно место, и то самый маленький вот скелетик динозаврика, париозавра, если быть точной, нашли именно здесь. То есть вот эти уникальные глины-вятки сохранили все косточки так, что наши ученые имеют возможность это изучать. А вот об этом интересе вы говорите на основе личного общения. То есть это действительно интересует тех, кто к нам приезжает? Вы же отметили, что я многих из этих послов знаю лично, поэтому я их знаю до поездки и после поездки. И больше того, я всегда являюсь инициатором того, в следующем году тоже будут приезжать послы, я пока не буду говорить, каких государств. Ну, потому что пусть сложится. Я не люблю обещать, как бы, если я уверена, что я сделаю, а здесь может многое зависеть от этого человека, да, мало ли что. Но есть такие тоже планы, я знаю, что Александр Валентинович Соколов, губернатор, он же очень в хорошем смысле искушен, да, в международных делах. Нам в этом смысле с ним очень повезло. Потому что у него вот линия привлечения, да, по комитету по международным делам, с ним мы очень плотно работаем в этом, она большая. И надо привлекать, что область надо показывать. Здесь, опять же, уникальная архитектура. Ну, где вы еще увидите Чарушина? Не, ну, давайте правда. Когда такие шикарные совершенно здания, сооружения, соборы, дома совершенно исторические. То есть это же тоже все интересно иностранцев. Понимаете, это мы, наверное, к этому привыкли. И для нас это примелькалось. А для них это уникальная Россия. Это даже не такая прям глубинка-глубинка. А это такая цивилизованная, с одной стороны, где можно вкусно покушать, хорошо остановиться, пожить. Посмотреть уникальные там исторические вещи. Сходить в музей, сходить в музей, в великолепный театр кукол. Увидеть что-то в галерею Воснецовых. Что совершенно уникальный объект съездить в Рябово. То есть для них это может быть другой мир. И мне кажется, что вот в рамках с теми же послами надо, конечно, больше всего привлекать молодых. Вот там, увидеть там, как учиться здесь и так далее. Потому что за ними приходят потом и взрослые люди. А вот если именно из личного общения, то что вот люди делятся в первую очередь чем? Я бы хотела, чтобы я вам ответила как депутат или просто как человек. Чем больше всего делятся, как человек, да, рыжики ваши. И причем больше всего будет такой вопрос, что это я такое попробовала. Потому что, ну как, должен же попробовать человек. Я пытаюсь обычно кормить вятским пармезаном. Говорю, посмотрите, у нас пармезан ровно такой же. Но почему-то вятский... Он же ровно такой же. Ну, наверное, он такой же. Я не знаю. Но почему-то вятские рыжики всех приводят в восторг. И иностранцы никак не могут понять, зачем мы едим со сметаной. Вот этот момент. Я говорю, ну они же так, иначе слишком соленые. То есть здесь уже вопрос контраста. В общем, вот это, это да, это вызывает, если из кухни, да, из предпочтений. Потом из интересных вещей это контраст. Вот то, что мне африканские послы. Это когда ты можешь остановиться там в гостинице там суперсовременного образца, и при этом ты приходишь в ресторан Воснецов, например, а там вообще такая историческая атмосфера. Это вызывает... Ну и, конечно, то, что люди. Вот когда идут в университеты, общаются, удивляются, что так много, в том числе англоговорящих, хотя, казалось бы, ну, действительно территории не приграничены. Я желаю Кирову и Кировской области в целом на следующий год, и в том числе мне очень бы хотелось приложить к этому руку, это, конечно, города-побратимы, потому что это дает с нашими дружественными государствами, там, Сербии, например, это дает серьезнейший импульс бизнесу. Потому что за выбором города-побратимов всегда, во-первых, они похожие города выбираются, там, по промышленности, например, всегда следуют поездки бизнеса. Посол — это первый шаг. Он приехал, посмотрел, дальше рекомендовал. У нас вот эта история была с Угандой, по-моему, туда ездила делегация Кировского. А есть какие-то уже наметки? Есть. Какие города? Есть. Пока не буду, опять же, не буду называть, объясню, почему. Значит, дело в том, что я со своей стороны подготовила несколько справок по Котельничу, Кирово-Чпецку и Кирову. И мне нужно сейчас получить от этих государств, раскрою вам только один секрет, одно из этих государств — Сербия. Они должны мне дать похожие города, да, чтобы я уже, в свою очередь, здесь могла это презентовать для губернатора, потому что это в любом случае будет решение и губернатора, но и, безусловно, местных властей, потому что здесь речь идет о муниципалитете. Но сложно найти, например, аналог, я вам честно скажу, Котельничу с его историческими париозаврами. Ну, не от такого в мире. Ну, мы что-нибудь придумаем. Ну, не париозавры, так что-то другое. Ну, там должна быть, да, вот, должна быть какая-то особенность историческая тогда в этом случае. Но на следующий год еще там много разных планов. Я думаю, что и в области не только международной активности, вот сегодня я встречалась, еще впервые, я так поняла, депутат встречался с, я имею в виду, Государственной Думы с депутатами местного уровня, Кировской, городской думы. У нас была очень хорошая встреча. И, кстати говоря, мои коллеги внесли ряд хороших предложений, которые я сейчас рассматриваю как законодательные инициативы. У меня депутаты местные всегда бывают на приемах граждан. Я считаю, что мы все должны работать вместе. Я вот как новостник, я сразу хочу вас спросить, какие это предложения, что может вылиться в законодательные? Одно из, на мой взгляд, прям блестящих предложений прозвучало от Березина. На мой взгляд, очень интересное. Там есть особенности в федеральном законе. Сейчас мы проработаем, что можно сделать. Это возможности Кирова организовать свою службу эвакуации транспорта. Ну, проще говоря... Давно уже эта тема обсуждается. Вот он просто сегодня буквально, вот это прям очень наболевшая тема здесь, что он объяснил, говорит, транспорта много, парковки заняты, а мы не можем чистить город, потому что парковки заняты. И вот эта проблема, она есть. И решится, может, только через федеральный уровень. Потому что буквально недавно такое право получили, в том числе и Севастополь. То есть это можно сделать, но это уже вопрос федерального уровня. И я очень благодарна коллегам, причем у нас были коллеги от всех партий, за то, что они вот эти вопросы вносят. Второе блестящее предложение — это сделать некий универсальный проект по строительству, например, модельный строительство тех же школ, например, или больниц. Потому что коллеги на местах очень жалуются, что проектно-сметная документация очень дорогая, каждый раз длительная, каждый раз заново надо. И вот есть несколько блестящих идей. Я думаю, что мы их тоже рассмотрим на федеральном уровне. Потому что лучше, чем с мест вот так, никто не скажет. Это блестяще вообще, что у нас есть такие встречи. Хочу еще одну тему начать. Давайте начнем до рекламы, потом продолжим. Переключимся с контактов международных на местные. Коммуникации с местным бизнесом. С какими местными компаниями вы сотрудничаете? Какие вопросы это помогает решать? Что дает вам, как депутату, и, может быть, бизнесу, который с вами сотрудничает? На самом деле, сотрудничаю абсолютно со всеми. И там я всегда говорю, что я делаю рекламу кировским предпринимателям, и делаю это совершенно бесплатно. Я с удовольствием об этом сниму ролик, потому что я очень горжусь тем, что я представляю Государственную Думу Кировскую область. И просто было несколько очень значимых событий в области бизнеса в этом году. Например, конечно же, 50-летие здравы. У меня было поручение передать две почетные грамоты для руководителей. Это, вне сомнений, от руководителя партии, генерального секретаря партии «Единая Россия» Турчака, и от руководителя фракции «Единая Россия» в Государственной Думе Васильева. То есть весь федеральный уровень знает о таком важном градообразующем предприятии, и его отмечает. С ними сотрудничество для меня играет огромную роль. И вот здесь нам нужно прерваться на рекламу. Не вопрос. Продолжается программа «Отчет депутата». Сегодня веду ее я, Мария Кожевникова. В гостях у нас депутат Государственной Думы от Кировской области Мария Бутина. Мария, начали уже говорить о ваших контактах с местным бизнесом. Хочу продолжить и спросить, в первую очередь, о том, чем наш бизнес помогает вам, как депутату, решать какие-то вопросы, может быть, людей, обычных граждан? Ну, я так скажу, что тут не столь важно, сколько помогает мне, да, что мы совместно можем делать что-то хорошее для кировчан. Но, например, вот если, я же обозначила, что самая сейчас наболевшая тема, и она совершенно логично вытекает из нашей обстановки, это специальная военная операция. Многие сейчас военнослужащие, кто-то возвращается в отпуск, кому-то требуется лечение. И у нас есть хорошая практика, например, работы с медцентром Савермет, которые прямо вот с первых дней начала специальной военной операции приняли решение, что будут оказывать бесплатную медицинскую помощь, абсолютно бесплатную медицинскую помощь для всех военнослужащих, которым требуется там... И они не берут там... Это не то, что ты там пришел, первый визит бесплатно, а потом иди там плати, ну вот тебе флайер. То есть руководитель Савермет пошла на это, Сонна Васильевна пошла на это абсолютно осознанно. И я думаю, что вот это хорошая практика. Нашу практику увидели и в Самарской области, нашу практику увидели на федеральном уровне, на базе партии «Единая Россия». Мы проводили круглый стол по возможностям привлечения частных компаний к вопросам медицинской реабилитации. Поэтому вот из такой, казалось бы, частной инициативы, важной для граждан, уже сейчас формируется федеральная инициатива. Все идет с мест. То есть в данном случае моя задача передать. Поэтому я каждую историю все-таки стараюсь выводить, знаете как, да, мы здесь что-то сами можем сделать локально, но надо все-таки хорошие практики вытягивать и на федеральный уровень и показывать, что регионы, регионы говорят действительно сейчас на федеральном уровне, показывать, что регион действительно ему есть чем гордиться. И если у нас есть какие-то блестящие достижения, я, например, очень была приятно удивлена на форуме «Россия» нашим днем Кировской области. И я ровно об этом хотела вас сейчас спросить. Мне очень понравилось. Но отмечу еще отдельно, у нас совершенно великолепная выставка продажа кировских товаров. Там же есть внутри, заходишь на выставку, там такой магазин большой, и там разные товары. Я сначала пришла на Дни Кировской области, я смотрю, раз стенд кировчане, два стенд кировчане. Думаю, ну потому что в Дни Кировской области, ну логично, что ты на следующий день прихожу опять, тут кировчане и тут кировчане. И тут я понимаю, что у нас просто самая большая выставка продаж. Но вот это здорово, да, что и берут люди там от платьюшек до украшений, там чего только нет. Ну и безусловно, народные промыслы есть. Поэтому мне вот, например, понравилось. И достойно, когда вот область представлена на федеральном уровне, у меня там ребята регулярно, и студенты, и школьники ко мне в Госдуму приезжают, тоже с Кировской области. То есть я их принимаю, показываю, как работает комитет, еще что-то. Потому что вот надо, чтобы все-таки регион не оставался просто вот в своем маленьком котелочке, потому что есть чем гордиться. И вот эта задача показывать, как с Авермедом практика, например. Ну, до нас никто так не делал. Теперь вот в Самаре интересно. Они тоже хотят совершить своего рода в хорошем смысле промышленный шпионаж. И тоже так делать. Хотите помогать бойцам бесплатно? Великолепно. И вот такие практики надо распространять. Вот, казалось бы, да, местный бизнес, а какую хорошую историю он сделал для федерального уровня. А если продолжить про выставку «Россия», ведь вы там в Москве имеете возможность общаться с москвичами, с жителями других регионов. Вот эта выставка, она дала какой-то эффект. Вы почувствовали, что больше стали люди знать и говорить о Кировской области? Может быть, с вами они имеют возможность поддержать тему разговора? Идея, так я вам честно скажу, идея с коровой на выставке, в которой стоит очередь, это хорошая идея. Понимаете, здесь же вопрос как бы некого... Это интерактивная корова, ее там можно доить. То есть это же вопрос, понимаете, вот привлекать... Ну, заманухи какой-то такой сделаны, да? У каждого региона внес что-то свое. Но я вам могу сказать, что выставка до сих пор является максимально посещаемостью. То есть туда в Эденхабщиц столько не видел людей никогда. Поэтому узнают ли больше про Кировскую область? Да. Вот, ну, запоминается ли, что там вот есть вот эта яркая корова? Да, запоминается, действительно, особенно те, кто приходят с детьми. И для нас это тоже важно. То есть Кировская область сегодня формирует притягательность. То есть приедьте, посмотрите. Плюс сейчас, конечно, Санна Валентинович классно раскручивает эту историю с 650-летием Кирова. Потому что я тоже, меня начинают там спрашивать, ну, а что там у вас? Все Вятка называют, все Вятка называют. А что там вот, там, на Вятке и так далее. Я говорю, слушайте, так на следующий год надо ехать. Будет же вот 650-летие. Они такие, да, а когда? И вот этих вопросов много. А что, Кирову 650 лет? Вот, то есть вот эти моменты, вопросы, они хорошие. Ну и сейчас учтите, в следующем году рекламы, естественно, будет больше. Поэтому думаю, что да. А если про 650 лет говорить, вот как, на ваш взгляд, успеет Киров достойно подготовиться ко всем тем людям, которых мы приглашаем, вы приглашаете? Время покажет, но я думаю, что да. Я вижу, что подготовка идет, и появляются и в Москве, и здесь, в самом Кирове, элементы уже нового, да, где там реконструкция какая-то идет. Я за этим слежу, и очень рада буду, если такие вещи будут в следующем году. Но я думаю, здесь, знаете, еще очень много зависит не от внешнего. Здесь акцент нужно сделать, наверное, на ремонте, там, исторических зданий. Это подарок городу. Еще очень важна событийная линейка. Встретить. Встретить. И чем-то людей в хорошем смысле развлечь. Потому что, еще раз скажу, кировчане уникальны своими знаниями истории родного края. Ни в одном регионе России. Я не видела такой любви и такого умения рассказывать. Вот вчера в Уржум приезжаю, там музей. Музей-изба, где реально родился Киров. Реально. Я из Уржума и знаю, о чем вы говорите. А там вот женщина, которая вела нам вчера экскурсию, она рассказывает, я понимаю, что вся моя передача «Куклы наследника Тути», все мои вот эти, первый канал, весь мой поставленный голос, ничто. По сравнению с ее историей. И я просто после этого хожу, я говорю, я не знаю как. Хотя это вроде женщина, она, ну я не скажу, что ты как-то там специальный голос ставил. Ну так интересно, и потом ты заходишь в экспозицию, еще что-то. То есть, понимаете, вот это, я хотела бы, чтобы вот это все видели, не только Киров. Да, в Уржуме мед надо пробовать. Там очень вкусный мед. Но вы знаете. Я знаю, потому что у меня у самой есть пасек. Ну вот. Буквально 20 секунд остается, а вот вы, как нам больше не дают разговаривать, мы продолжим на следующем эфире. С наступающим тогда. Спасибо вам большое, да, и вас с наступающим Новым годом. Спасибо. До свидания. Отчет. Отчет депутата.